у вас есть герой притормозите не торопитесь с ответом никто не говорил что вы обязаны его иметь нет героя это тоже ответ ничуть не хуже чем все остальные герой должен быть действительно ваш личный не пустое имя выскакивающее само просто потому что его называют все вопрос непростой я прекрасно понимаю что ответить сходу на него нелегко подумайте а тем временем попробуем разобраться кто такой герой понятно что это хороший человек но всякий ли хороший человек герой что делает человека героем герой и роз это слово греческое и дословно означает защитник для древних греков это были знаменитые войны жившие и сражавшиеся с честью и убивавшие настолько лихо и креативно что-то было тяжело не заметить такие люди в культуре греков занимали особую нишу между простыми смертными и богами и даже могли иметь собственное святилище и культы хотя герои невероятно находчивы и опытны на поле боя они часто безрассудно к ним липнуть неприятности они рискуют жизнями своих последователей за пустяков и ведут себя высокомерные по детски вспомните свое детство и я уверен вы легко назовете пару тройку подобных персонажей всегда бывший в центре всеобщего внимания их жизнь это сплошной вау-эффект и свои промахи древнегреческие герои компенсируют или их блестящим исправлением или новыми подвигами стирающими память о былых ошибках как рок-звездам современности им прощалось почти все пока они оставались успешными и поражающими воображение такой рок-звездой в историю вошел александр македонский который получив власть 20 лет умер в 32 правителем огромной империи простиравшийся от балкан до индийского океана настоящий герой настоящий защитник или нет плутарх пишут что когда юного александра сверстники спросили не хочет он принять участие в олимпиаде он отвечал да но только если моими соперниками будут цари когда приходили вести о победах отца и он александр мрачнел и с тоской говорил друзьям отец успеет захватить все так что мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего обучаемый великим аристотелем он много читал и еще мальчиком принимая персидских послов поразил их своей недетской серьезностью впрочем главная книга в его жизни оставалась или ада свиток которым всегда держал под подушкой вместе с кинжалом кстати именно александру мы обязаны тем что часть взглядов аристотеля до нас не дошла когда философ начал публиковать то что обычно передавалась лишь умственно александр написал ему раздраженное письмо с требованием прекратить огласку чем же мы будем отличаться от остальных людей если те самые учения на которых мы были воспитаны сделаются общим достоянием я хотел бы превосходить других не только могуществом сколько знаниями о высших предметах будь здоров сухо пишет он письме изложным плутаром это герой он захватывает мир возводя повсюду города названная в собственную честь но защитник ли он на риск его ведет желание защитить тех кто ему дорог или желание самому стать любимым добиться завоевать кровью друзей и врагов ту самую любовь которую не получил от сурового отца и ненавидящий мужа ревнивой матери он был обречен стать героем чтобы стать достойным их любви ведь любовь не получить на халяву да сколько пустых мертвых глаз смотрела в это небо в тщетной попытки обрадовать родителей получить поцелуй девушки почувствовать поддержку близких ну что александр похож на вашего героя них много общего но погодите отвечать у меня есть для вас другой герой ничуть не менее известный или нет вы не задумывались почему герои остаются в истории вы же не думаете что знаете их всех что сохраняет их в памяти людей что дарует вечную жизнь опять отложим этот вопрос ведь нас уже ждут нашего героя зовут юсуф юсуф ибн а юбе ничего не говори хорошо а саллах один о совсем другое дело только это не имя это лакап почетное прозвище добавляемое к имени так например знаменитый амар хайям дословно означает амар палаточник палаточник это лакап лакап салах один переводится как благочестие веры и вот что интересно выходит все это время все что вы знали о нашем юсуфе это его лакап не стоит корить себя вы не одиноки как мы увидим далее многие в современном арабском мире тоже знает о юсуфе немногим более его лакап давайте же я немного расскажу о нем наш герой родился в арабском городе тикрит в семье курда а юба и бн шади а юб его старший брат ширкух были представителями самой востребованной профессии своего времени они были полевыми командирами их ремеслом было вести за собой людей хранить верность господам и быстро принимать решения которые могут очень дорого стоить родившись в деревне а джанакан в окрестностях армянского двина братья были увезены отцом на юг в багдад там он поступил на службу губернатору провинции ирак и стал комендантом крепости тикрит этот пост унаследовал отец юсуфа аюб на этом все могло бы закончиться однако переменчивая судьба решила иначе сначала июб помог отступавшему после неудачного похода грозному правителю масула и мададдину переправиться через реку тигр этим он поставил под вопрос свою верность господину потом в 1138 году горячий брата юба ширкух убивает друга губернатора мстя за пороганную честь женщины этой приполнена чашу терпения патрона и братья изгоняются им из рака как раз в день их отъезда и рождается наш герой братья находит приют у имада дина занги незабывшего помощи юба которому он вручает комендантство новой крепости бальбек неистовый ширкух пойдет дальше старшего брата и станет одним из лучших полководцев имада дина а заодно его сына и наследника нураддина вельгельм тирский так писал о ширкухе способный и энергичный воин жаждущий славы и имеющий большой опыт в военном деле ширкух щедр далеко за пределами своих средств он был любим своими последователями из-за этой щедрости роста он был небольшого очень крепкий толстый уже в преклонных годах несмотря на скромное происхождение он разбогател и благодаря своим заслугам поднялся из своего скромного состояния до звания принца у него было как тракта одного глаза он был человеком выносливым в несгодах приносящим голод и жажду сладнокровием совершенно необычным для своего возраста господин которому служил ширкух был личностью еще более пугающий даже в свое непростое время имада дин занги имел репутацию человека вероломного жестокого и при этом очень успешного будущий секретарь саладина имадуддин аль из фахани писал о занге он был тираном и наносил удары с безрассудством он был подобен барсу характером подобен льву в ярости он отказывая не отказываясь ни от какой строгости не знал никакой доброты его боялись за его внезапное нападение избегали его грубости он был агрессивный наглый несший смерть врагам и гражданам даже если мы подозрев верным секретаря саладину в предвзятости все равно мы найдем множество свидетелей жестокости имададдина ибн аль один писал что занги дал клятву жителям крепости бальбек на каране обещая им безопасность и возможность уйти но когда они сдались поступил с ними вероломно содрал кожу с командующего крепостью остальных повесил а их было 37 человек он поступил вероломно и женщинами взяв их в плен даже прославлявший династию зангидов хронист а-ля тир подтверждает жестокость расправы над защитниками крепости ибн васил пишет что в 1138 году занги убил пленных византийцев и франков а из голов убитых возвел импровизированный минорет я привел далеко не все что пишут арабские хронисты а занги можете представить какие разговоры слышал молодой юсуф в семейном кругу когда отец с братом начинали говорить о работе однако под крылом ширкуха подрастал его неприметный племянник разительно не похожий ни на дядю ни на дядиного господина в источниках нет никаких упоминаний о жизни саладина до 25 лет когда в его жизни появился египет он не участвовал в сирийских войнах своего дяди и вел жизнь ниже радаров истории аль-макризи пишет что юсуф рос подле своего отца освещенный всеми добрыми знамениями сидя у ног ученых людей иными словами он был книжным мальчиком уважаемый дамасский имам масуд аль-насабури составил для него персональный учебник содержавший по словам макризи все знания которые могли бы ему пригодиться при этом он не был гиком и всю жизнь сохранял любовь конному пола спорту принцев и воинов того времени остается только воздать должное отцу нашего героя позаботившегося о том чтобы сын прошел свои университеты в тенистых дворах медресе они на полных ужаса полях сражений однако совсем уйти от семейного бизнеса было невозможно и в 25 лет юный юсуф против собственного желания присоединяется к свите своего дяди отправленного сыном имададдина нураддином в египет целью экспедиции было вернуть власть опальному египетскому визилю шавару проигравшему подковерную борьбу за власть собственного протеже там в египте юсуф получил свое боевое крещение сражаясь попеременно то с египтянами то с призванной ими крестоносцами короля а море ширкух воочию увидев слабость огромного богатого египта загорелся желанием захватить над ним власть и раз за разом под различными предлогами возвращался туда однако у чуждого амбициям и безразличного к славе юсуфа увиденное в египте вызывал только ужас спустя годы он вспоминал что когда нураддин в третий раз послал его с дядей в египет он буквально умолял его говоря я пережил в александрии других местах то что никогда не забуду но нураддин сказал мне ты должен пойти вместе со своим дядей я жаловался на финансовое затруднение и отсутствие снаряжения но он дал мне чем вооружиться меня снова гнали на смерть но я пошел с дядей и он завоевал египет затем он умер и всемогущий аллах дал мне великую власть даже на часть которой я никогда не претендовал этот разговор переданы со слов очевидца аля тиром можно было бы списать на его желание принизить юсуфа если бы то же самое пусть и в более деликатной форме написали и верные сторонники салахаддина власть над огромной державой досталась ему помимо его воли о дальнейшей судьбе юсуфа написано очень много битва от рогов хаттина кровавая поля акры и осады иерусалима принесшие ему бессмертную славу описано многократно нас же интересует другой вопрос каким героем был юсуф что сделал его таковым глазах современников и потомков задача это не проста ибо далеко не все что написано на бумаге является правдой мы взглядим на юсуфа глазами четырех человек друга потомка критика и врага первым свидетелем на нашем импровизированном процессе будет масульский юрист и богослов абу баха один ибн шаддад сложно найти человека который любил бы нашего юсуфа больше чем он абу тоже был курдом тоже незнатным тоже посвятившим свою жизнь поиску справедливости в хадисах пророка и дискуссиях с мусульманскими учеными рано осиротев но на деньги родственников получил образование в гаде и вернувшись в родной массу начал академическую карьеру возвращаясь из паломничества в мекку абу был приглашен саладином чтобы обсудить его книги по исламскому праву и с тех пор они уже не расставались найдя друг в друге родственные души неудивительно что именно этот человек оставил одно из самых подробных описаний характера нашего юсуфа первое что отмечают юсуфе баха один это его искренняя набожность как настоящий ученый своего времени он искал ответы на вопросы об отношениях между людьми не в повседневной практике властителей а в священных текстах прекрасно зная как жестоко и несправедливо вершаться судьбы людей в реальной жизни он стремился понять как устроить их отношения правильно в соответствии с волей творца но поскольку коран будучи прежде всего религиозным текстом очень мало говорит о председневных вопросах правосудия юсуф как и все мусульманские юристы был поглощен изучением хадисов устных преданий о жизни пророка мухаммеда именно из его суждения о том что справедливо что нет вырастает фигх исламское право разделенное на конкурирующие школы масхабы неудивительно что видевший своей жизни много жестокости и горя иисус страстно хотел принести в мир утерянную справедливость которую искал в хадисах баха один вспоминал он очень любил слушать как читают хадисы и он прекрасно знал многие из хадисов если при дворе появился кто-то из ученых он принимал таких посетителей лично и заставлял тех своих сыновей и мамлюков которые находились при этом слушать как они читают он приказал всем присутствующим в знак уважения выслушивать повествование сидя если кто-либо из ученых и знатоков был из тех кто не часто посещает порог султанов саллах один не гнушался лично отправляться послушать их он сам очень любил читать хадисы поэтому часто приглашал меня в свой покой и там окруженный книгами хадисов которые собирал он начинал читать и всякий раз когда доходил до хадиса содержавшего назидательный фрагмент он становился таким растроганным что на глаза его наворачивались слезы он проявлял величайшее почтение ко всему религиозному открыто утверждая что верит воскресенье и восстание из могил телами и в то что добродетельные будут в раю а злодеи в аду он твердо верил во все что не способно изучения божественного закона всем сердцем принимая его положение будучи искренне верующим юсуф по словам бахаадина не мог терпеть философов еретиков материалистов и как пишет бахаадин всех противников правоверия одна из немногих историй жестокости саладина связано с его приказом казнить в алеппо юношу по имени ассуха варди который открыто заявлял о ложность религиозных доктрин каждый понедельник и четверг юсуф публично принимал дела к рассмотрению в окружении юристов и каде он принимал просителей и даже в походах никогда не отказывал тем кто подавал прошения возраст и полпросителя не имели для него никакого значения каждый день он проводил час со своим секретарем рассматривая подобные дела по словам бахаадина просители подавали жалобы на ближайших родственников саладина и юсуф публично вызывал их в суд однажды житель дамаска подал жалобу против самого саладина и султан не только принял ее но и сам выступил в роли ответчика доказав свою правоту но даже выиграв дело а тем не менее приказал компенсировать престарелому и су судебные издержки щедрость юсуфа в изложении бахаадина не знала границ и подчас переходила в расточительство после завоевания иерусалима когда съехавшийся со всей округи делегации было нечем одарить он приказал продать одно из своих поместья чтобы никто не ушел без награды в одной из бесед с бахаадином один из министров сообщил ему что по его подсчетам после битвы под акрой юсуф раздал потерявшим лошадей воинам около десяти тысяч лошадей подобная щедрость приводила к тому что казначей саладина взяли за право утаивать от него часть доходов чтобы иметь резервный фонд для подобных внезапных раздач зная щедрость султана многие искали шансов встречи с ним ибо х1 многократно поражался бесстыдной жадности подобных вымогателей сложные отношения юсуфа с финансами подтверждают и данные нумизматики эндрю эрн кроиц отмечает что при нем египетский генерал ощутимо увеличиваясь в размерах сильно потерял в доле в нем золото количество низкопробные монеты увеличилось более чем втрое а идеально стопроцентные динары вообще исчезли из оборота учитывая что за качеством металла существовал жестокий контроль скорее всего саладин вполне сознательно обесценивал динар другое дело что средства полученные подобным образом шли на стратегические проекты а не на личные нужды султана юсуф оставив после себя впечатляющую армию флот не построил ничего что хотя бы близко походило на роскошные дворцы фатимитских халифов возведенная им каирская цитадель это чисто военное сооружение не предназначенное для роскошного отдыха особое внимание баха один уделяет гуманности султана и ж тут лучше него никто не скажет султан всегда питал отвращение к смертной казни своих слуг даже те кто был пойман на самом бесстыдном обмане однажды в сокровищнице оборужился подлог проходившие по документам две сумки золотых монет были заполнены медью все что сделал султан это лишил должности ответственных за их сохранность однажды в одной из компаний к султану подвели франкскую женщину заливавшуюся слезами через переводчиков она рассказала что ночью наши разведчики выкрали из лагеря христиан ее малолетнюю дочь султан был тронут ее горем в его глазах стояли слезы он велел немедленно отправить гонца на лагерный рынок где торговали добычей чтобы выкупить ее дочь спустя час гонец привез на плече маленькую франкскую девочку как только матю видала свое дитя она с криком упала на землю никто из видевших это не мог сдержать слез подняв глаза к небу она кричала какие-то слова но никто из нас не понимал что она говорит мы отдали и дочь и далее осла чтобы она могла вернуться в лагерь врага султан был очень общительным и имел приятный характер он прекрасно знал родословные великих арабов прошлого их битвы приключения и даже родословные их лошадей он был кладезем интересных и необычных знаний люди общавшиеся с ним постоянно узнавали что-то новое но никогда не слышали от других подобного в его компании все чувствовали себя легко и расслабленным он всегда настаивал на вежливости в общении и не терпел чтобы его присутствие с кем-то разговаривали иначе он не любил компанию грубых людей их манера общения оскорбляла его он сам всегда держал свой язык в узде и никогда не опускался до оскорблений он также контролировал свое перо и никогда не использовал ранящих слов в переписке с мусульманами он был всегда очень строк в исполнении своих обещаний читая эти строки может сложиться впечатление что иисус был откровенно мягкотел но это большое заблуждение после победы в битве при хотине к нему привели захваченных плен иерусалимского короля гида лузиньяна и барона рено до шатильона известного своим вероломством и жестокостью к мусульманским пленникам саладин придал изможденному битвой королю кубок щербетом но возмутился после того когда король отпив придал кубок рено султан заявил что его гостеприимство было адресовано королю но никак не рено запятнавшего себя всеми возможными грехами после чего на глазах всех снес последнему голову клинком эта история отличалась в мелких подробностях присутствует судах почти всех без исключения хронистов что западных что восточных и так пером баха 1 написан образ глубоко верующего и гуманного правителя стоящего особняком на фоне жестоких нравов своего времени но можем ли мы ему верить нет сомнения что тот близкий соратник юсуфа был непосредственным свидетелем его деяний но есть большое подозрение в том что масульский законовед был далеко не непредвзятым летописцем деяний своего господина не случайно что историк кэрол хилдбрант прямо называет баха 1 одним из трех политтехнологов юсуфа нам нужен новый свидетель ахмад аль маркизи был человеком уже другой эпохи жившим при режиме свернувших наследников саладина мамлюков он ничем не был обязан юсуфу его симпатии к нему очевидно не носили меркантильного характера получив отличное образование много преда преподавал и не на склоне лет написал очень вдумчивую историю династии аюбидов наследников юсуфа его труд гораздо меньше сосоточен на личности султана маркизи написал историю страны они ее правителя быстро выясняется что в тени юсуфа скрывалась сила чьими руками были достигнуты очень многие его успехи и эта сила его семья то что в устах баха 1 обыглядела героическими деяниями мудрого правителя в изложении макризи становится результатом слаженной работы большого клана в котором юсуф играет центральную но не всегда определяющую роль началом его правления без поддержки этих людей легко могло стать его концом после смерти ширкуха выбор халифом аль-адилем юсуфа визирем египта был во многом продиктован тем что из всей свиты ширкуха салах один был самым молодым и неопытным на взгляд матерых каирских средворцев он идеально подходил на роль послушной марионетки как выяснится впоследствии впечатление это было глубоко ошибочным но шанс набраться опыта юному юсуфу определенно дала его семья главной угрозой его правлению был господин его покойного дяди нур-аддин его тень грозно возвышалась над курским кланом готовая в любой момент отозвать их в дамаск чтобы проверить их верность египет был пожалуй самым богатым изобильным регионом исламского мира но он находился в состоянии кризиса и местная фатимитская элита вовсе не горела желанием поддерживать свалившуюся им на голову курдскую семью с другой стороны зенгитская силия хоть и уступала египту в размерах и богатстве была полна суровыми тюркскими и курдскими кавалеристами супер солдатами того времени только постоянная угроза со стороны канийского султаната крестоносцев и византии не давала нур-аддину возможности прийти и силой отнять у своих вчерашних слуг их драгоценный трофей здесь политическая неопытность юсуфа чуть не стоила жизни всему роду зная намерениях нур-аддина силой забрать египет у юбидов юсуф собрал родственников и друзей на совет чтобы решить как им поступить по словам магризи первым взял слова племянник саладина который прямым текстом заявил что если нур-аддин придет мы все вместе прогоним его прочь многие тут же поддержали его слова но тут стал отец юсуфа аюб и в гневе закричал на сына если бы в этом зале присутствовал нур-аддин то я и мой покойный брат пали бы перед ним ниц и целовали землю если бы господин повелел нам снести твою голову мечом мы бы это сделали не раздумывая подавленный юсуф распустил совет и тут же получил новую взбучку от отца ты собрал большой совет и прямо заявил всем о своих намерениях если бы хоть слова и сказанного тобой дошло бы до ушей нур-аддина он без сомнения был бы здесь во главе своего войска причем вокруг тебя не осталось бы ни единого солдата все эти люди с готовностью отдадут тебя в его руки сейчас они разошлись услышав мои слова которые очень скоро дойдут до нур-аддина ты же лично напишешь ему письмо со словами вам незачем утруждать себе приездом в египет пришлите своего человека и он приведет меня к вам с веревкой на шее совет отца помог аюсуф получил важный политический урок осторожности и смирения семья юбидов начала активно укреплять свои позиции в египте раздавая золото из захваченной казны фатимидов и перераспределяя земли среди своих сторонников но страх перед господином оставался силен до самой его смерти макризи пишет что виде это один из новых египетских друзей аюбидов посоветовал юсуфу захватить йемен чтобы в случае прихода нур-аддина иметь место куда бы можно было бежать и переждать опасность аюбиды уже успели предпринять небольшую экспедицию на юг в нубию но остались недовольны бедностью страны жарким климатом и воинственностью ее христианского населения все эти поручения исполнял старший брат юсуфа воинственный туран-шах гораздо больше походивший на покойного дядю ширкуха после смерти отца отношения между ними стали непростыми и отправка туран-шаха в йемен оказалась мудрым ходом удовлетворившим амбиции старшего брата получившего свои руки собственное небольшое королевство главным же соратником в египте для юсуфа стал младший брат аль-аддиру он вдумчиво управлял страной пока крепший султан после смерти нур-аддина будет сражаться с крестоносцами и прибирать к рукам земли наследника своего бывшего господина согласитесь картина поменялось но значит ли это что рассказы баха-аддина о мудром и благородном правителе египта это неправда судя по всему нет макризи подтверждает многое о чем писал масульский юрист султан да помилует его господь был человеком большой скромности близким к народу терпеливым искусством в уговорах и дипломатии уважающим ученых людей религии добродетели оказывавшим им поддержку и склонным к оказанию помощи и благодеянием он любил хорошие стихи и постоянно читал их на своих приемах многие поэты восхваляли его и приезжали к нему из дальних стран его приверженность шариату была сильной на суде он быстро страстно решал тяжбы между величайшими из своих людей и своими врагами на войне он был храбрым и хорошо разбирался в вопросах войны и мира его двор был чист от всякого унижения но может быть макризи просто подпал подочарование своих предшественников ведь он не жил во времена саладина и судил о нем по записям тех кто его видел к тому же кто не захочет иметь среди своих предшественников столь блестящих и замечательных людей пора на сцене появиться следующему свидетелю абу аля тир это историк с большой буквы если макризи историк новатор удивляющий своим вниманием к широкой перспективе египетского общества то аля тир это историк старой школы следящий за деяниями государей и делающий это столь фундаментально что к этому трудно чего то добавить если макризи это ключевский египта то аля тир его соловьев но кроме всего перечисленного аля тир интересен для нас еще одной своей особенностью он явно не находился под властью обаяния юсуфа более того в его словах часто сквозит презрение к нашему герою у него герой свой и это нур один в глазах аля тира именно он является истинным героем ислама и победителем крестоносцев результаты его многолетней борьбы были присвоены шайки нескородных выскочек волею случая попавших из грязи в князи аля тир ничуть не смущается указывать на промахи и поражения юсуфа более того он делает это с нескрываемым удовольствием так например аля тир жестоко порицает его за прекращение осады тира позволивший крестоносцам сохранить за собой важный стратегический плацдарм с которого не раз за разом продолжат вторжение вглубь мусульманских земель правитель не должен оставлять борьбу даже если ему кажется что успех и так на его стороне осуждающий пишет аля тир в его глазах юсуф мягкотел его победы раздуты его провалы завуалированы истинный князь ислама должен быть настойчивым безжалостным таким каким был и мад один и нур один юсуф лишь баловин судьбы благонамеренный мечтатель незаслуженно затмивших истинных государей однако если мы обратимся к описанию аля тиром характера юсуфа то сложно отделаться от мысли что его сердце невольно дрогнула под натиском его харизм саладин досмелуется над ним аллах был щедрым сдержанным добронравным скромным готовым забыть обиды прощающим промахи своих последователей он редко показывал свой гнев и провинившиеся редко страдали от его последствий я слышал что однажды он сидел в компании своих мамлюков и один из них бросил сапогом в другого и промахнулся сапог не попал в саладина но упал очень близко саладин же отвернулся и завел разговор с другим человеком притворивший что ничего не заметил другой раз когда он лежал больной и просил воды его слабый голос никто не услышал он просил снова и снова пока перепуганные слухи не услышали его никто из них не пострадал заметьте ни одна из этих историй не взята из записок политтехнологов юсуфа но будем последовательно до конца аля тир хоть и не друг юсуфу но как минимум единоверец возвращение иерусалима великое деяние досойное того чтобы нам много закрыть глаза и тут нам остается прибегнуть к последнему поистине неподкупному свидетелю последнее показание даст человек которого точно нельзя заподозрить сочувствие к юсуфу это христианин большую часть жизни проживший святой земле архиепископчик город был осажден а величайшая святыня утеряна имя его дием кирский рассуждая объективно юсуф для диема это живое проклятие последовательно разрушавшая все что ему было дорого появившись тот момент когда казалось что крестоносцы в шаге от захвата египта юсуф уводит его из подноса христиан когда решалась судьба страны ее был в составе франкского посольства в каире он и саладин ходили по одним залом и говорили с одними и теми же людьми победа юсуфа и его клана означало не просто потерю египта для крестоносцев огромная страна с его богатствами хлебом торговлей могла начать кормить крестоносное королевство леванта столь зависимое от морских поставок из европы мало кто понимает это сейчас но в двенадцатом веке большинство населения египта было христианами если в александрии каире процент мусульманского населения был уже довольно велик то плодородная долина нила была заселена почти исключительно коптами никогда не отступавшими от христианства да они не были католиками но не были и мусульманами при должном подходе найти путь к их сердцам крестоносцам было бы куда легче чем семье тикритских кодов но поражение крестоносцев египте не просто лишило их египта оно объединило мусульманский мир юсуф вернуть египет в лоне сунницкого халифата аббасидов закончив многовековое противостояние шиитского каира и сунницкого багдада теперь крестоносцы оказались перед лицом единого фронта мусульман это было начало конца пусть он и растянется на долгие годы и что же пишет ее моей суфе назвать его по нигилистом саладина никак нельзя если ее мы есть за что упрекнуть и суфа он это делать ничуть не стесняясь выражениях так например он жестко проходится по нему когда говорит о захвате земель балолетнего наследника нурадина саладин презрев законы гуманности забыв о собственном низком происхождении позабыв о благодеяниях которыми осыпал его отец мальчика восстал против своего господина еще не достигшего совершеннолетия казалось бы что тут можно добавить но тот же гиом пишет что саладин был человеком острого ума деятельным на войне и щедрым без всякой меры но еще одна цитата звучит совсем уж пронзительно и больше похоже на объявление капитуляции он очаровывал всех перед кем появлялся надо было приложить все усилия чтобы не поддаться харизме столь великолепного человека рвущегося от победы к победе к самой вершине тут сложно что-то добавить боюсь картина ясна и нам пора попытаться извлечь из нее выводы прошу прощения я знаю что затянул свой рассказ сверх всякой меры и со всей ответственностью заявляю что в дальнейшем мои повествования никогда не будут превышать 20 минут свое оправдание могу сказать лишь то что если бы я сразу перешел к тому что собираюсь сейчас сказать вы бы не поверили ни единому мою слову салах один и аюби непререкаемый герой современного мусульманского мира выше которого стоит только недосягаемая фигура пророка мухаммеда и это удивительно поскольку масштаб его побед сколько бы значительными они не были куда скромнее чем достижение многих его предшественников и потомков чтобы далеко не ходить за примерами битва при анджалуте в которой султан бейбас разбил непобедимых до селе монголов по своим масштабам многократно перекрывает самые блистательные победы юсуфа но в современном мусульманской мире бейбас лишь блеклая строчка в учебниках в то время какими саладина буквально отполировано миллионами почитателей от вестернизированных либералов до ультраконсерваторов ассоциироваться с ним одинаково хотели и секулярные баасисты и палестинские националисты и исламские фундаменталисты прильнуть к легенде которую создал наш юсуф пытались муаммар каддафи хафиз азад гамаль абдальнасар саддам хусейн своей пропаганде неустанно указывал на то что он тоже он тоже из секрита а осама бен ладен использовал имя салахадина как свой позывной но глядя на этих людей я вижу не скромного юсуфа от тщеславного александра торопливо запахивающий на себе чужой халат секрет этой популярности довольно просто прозаичен салахадин это символ победы исламского мира противостояние с христианским западом в конфликте который как никогда злободневен сегодня миллионы мусульман по всему миру чувство слабости отставания от запада хватаются за его имя в надежде на возвращение было уверенности в себе прости бейбарс у тебя нет ни малейшего шанса ибо актуальность монгольской угрозы современно мусульманской мире стремится к нулю куда интереснее другой вопрос а почему юсуф популярен на современном западе ничуть не меньше чем на востоке он одна из немногих если не единственная фигура мусульманского мира которая стабильно пользуется популярностью фильмы о нем снимаются с двадцатых годов прошлого века эти съемки продолжаются до сих пор ответ во многом кроется в искреннем восхищении тем как юсуф умудрялся сочетать натиск на полях сражений с неоспоримым гуманизмом и справедливостью в отношении поверженного врага своей легендой он парадоксальным образом опровергал роскошье мнение что жестокость это залог победы а милосердие это слабость влекущие за собой поражение средневековые авторы куртуазных рыцарских романов доводили благородцев саладина до полного абсурда после этого не стоит удивляться что долгое время султан был куда популярнее на западе чем на востоке кайзер бильгель посетив гробницу саладина во время своего путешествия по ливанту нашел ее забытой и полуразрушенной и восстановил ее за собственное средство неспособные победить юсуфа наследники крестоносцев возвели его на недосягаемую высоту сделав из него благородного врага проиграть с которым в битве с которым было не позором а честью борясь за сердца востока юсуф сам того не подозревая стал героем запада но если отбросить современные мифы и попытаться ответить на вопрос о чем юсуф захватил сердца своих современников ответ здесь будет уже не столь прост но опираясь на то что доносит до нас самые разные источники мы можем попытаться дать ответ юсуф пытался доказать своему жестокому времени что гуманность может быть практично мысль может звучать парадоксально но обратившись событием реальной истории мы можем убедиться что она далеко не наивна жестокий и коварный имада дин занги казнив защитников бальбека в конечном итоге выстрел себе в ногу когда горожане дамаска услышали его поступки вопрос о том стоит ли открывать перед ним ворота отпал сам собой за анги коварца он взял бальбек но потерял огромный дамаск не этот ли урок выучил юный юсуф слушая разговор отца и дяди так это или нет мы сказать не можем но факт остается фактом крестоносцы потеряют египет по той же самой причине стремясь опередить ширкуха в борьбе за наследство фатимидов они первыми вторглись в его пределы и чтобы сломить волю к сопротивлению предали мечу население города бильбейс но когда они подошли к каиру его огромное население зная о судьбе бильбейса уже было полно решимости оборонять его до последней капли крови и никакие уговоры и обещания не могли заменить их решимости ширкух шедший на помощь каиру получил его без боя именно благодаря жестокости рыцарей короля а море судя по всему именно в эти первые тяжелые годы в египте юсуф не имевший военного господства всеобщей поддержки и устрашающей репутации понял что люди куда угодней пойдут за тем кто дарит надежду а не давит их страхом тот кто обещает справедливость и гуманность а не жестокую расправу возможно политтехнологии юсуфа отполировали шероховатости и приукрасили его достоинства вполне невероятно что щедрый султан неспроста привечал поэтов писавших понедельники в его честь но факт остается фактом юсуф оставался верен своей стратегии гуманизма и она открывала ему ворота до сели неприступных городов заставляла врагов следовать договором а сторонников ценить его лидерство даже в моменты когда судьба была скупа на блестящие победы глядя как в наше время расточение борьбы берет вверх и все больше голосов призывает к решительным мерам в ущерб гуманистическим убеждениям очень хочется напомнить людям пример юсуфа возможно спустя века настала наша очередь стать салахадином раз уж его наследники по крови так плохо понимают секрет его побед и вот теперь еще раз вернемся к вопросу с которого мы начали у вас есть герой